давайте покажу вам как сильно вы недооцениваете систему измерения расстояний а именно measure tool вот но тут есть еще другие с ними пока мы не будем работать а именно distance tool и это крайне классная штука с помощью нее можно сделать довольно много вещей вот но сегодня мы займемся таким довольно простым но интересным риггингом юбки я честно говоря не видел в интернете ни одного вообще видео с подобным риггингом скорее всего это моя в каком-то смысле разработка ну такая придумка вообще весь риггинг состоит с вашей собственной логики то есть в идеале вы должны сами все это дело разрабатывать но поначалу конечно же насколько это для вас возможно то смотрите делайте по примеру других специалистов и так давайте для начала создадим локаторы куда же без них на которых мы будем потом основываться и чем больше конечно же вот таких вот joint of то конечно же будет более детализированный ригг но здесь я хочу показать просто саму идею и если вы захотите вы просто сами сделаете уже это именно более детализировано так значит я здесь уже это все дело по прискинивал то есть здесь у нас по оси z вращение здесь у нас тоже по оси z но эту сторону мы наверно не будем трогать нам чисто показать пример вот ну и лапа тоже при при скинина и через иказа риггина есть также пол вектора окей давайте приступим значит зачем нам нужны будут эти локаторы этим этими локаторами мы будем говорить нашему риггу в какой стороне находится колено то есть проблема риггинга вообще таза и скининга это юбки заключается в том что нам нужно понимать в какую сторону смотрит колено потому что колено может смотреть сюда 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 и в таком случае юбка конечно же будет работать по-разному вот давайте пока создадим два основных набора локаторов которые будут это дело указывать я устанавливаю локаторы примерно на таком расстоянии от персонажа как от таза до колена поймете почему окей все это дело выставлено теперь смотрите показываем эжи тул значит он просто очень работает просто выбираем и ставим клик сюда и клик на колену но теперь осталось соединить видите она там все дальше у полетала просто снэпами сюда и здесь snap колени нос не попадаете просто приходим впритык и смотрим вот ну и конечно же давайте при constrain нам достаточно point constrain а варен тут здесь ни к чему и здесь point все то есть мы теперь можем знать расстояние от вот это его локатора до колены вот она составляет 63 сантиметр давайте то же самое теперь сделаем с этим локатором только уже к этому конечно же локатору так тоже снэпим и тоже к этому колену снэпим и точно так же constrain point point все теперь смотрите давайте покажу что будет когда мы поднимаем колену что мы можем видеть что это это нода измеряет расстояние в сантиметрах и соответственно теперь здесь расстояние к этому локатору ближе и он говорит 32 сантиметра а к этому локатору 66 то есть увеличилась но теперь смотрите когда я поворачивал вектор то конечно же соответственно расстояние меняется вот что логично ну и чем больше вот таких вот локаторов и вот вот таких джойнтов вот здесь вокруг юбки разместите тем более качественно и детализировано будет и работать юбка и конечно же все то же самое можно проделать для дочерних джойнтов которые находятся в иерархии например вот вот этих если вы планируете делать более детальный рик ну вернее да рик вот но я покажу на примере только вот этих первых джойнтов потому что все остальное но примерно то же самое хорошо смотрите вот мы получили эти расстояния да что же теперь дальше теперь же нужно каким-то образом получить вот вот эти вращения то есть вот у нас по rotate z правильно здесь тоже по rotate z а еще не только про то у нас есть еще и греки да вот так для этого мы можем в данном случае мы будем использовать джойнки откроем драйвинки я уже как-то показывал как он работает и здесь у нас будет управляющими элементами драйвинки у нас будет как раз вот эти вот major distance выделим давайте вот этот major distance и нам нужно вот здесь где distance показывать дистанцию нажить select иначе вы не то сюда добавите и он у нас будет драйвером как правило distance вот здесь в самом низу управлять мы будем вот вот этим джойнтом power rotate z он будет равен вот и все нажимаем key все ключ поставился теперь смотрите теперь говорим что когда мы но это мы нулевой ключ поставим теперь говорим когда мы поднимаем колену вверх например например я думаю до такой высоты больше не ни к чему я можно конечно и больше задирать но пока не вижу смысла то то что здесь уже все равно искажения пойдут то мы говорим что при таком раскладе у нас юбка будет подниматься тоже вверх вращаться не обращайте внимание вот на вот такие подтяжки я за скинул ее как попало и вернее вообще не скинул поэтому будем предполагать что вы за скинели нормально все и нажимаем key теперь где наш рик вот теперь когда когда мы работаем ногой происходят вот такие движения вы можете видеть что немножко странно она работает но на самом деле это можно решить путем отдвигания локаторов от персонажа то есть потому что почему это происходит потому что локаторы находятся на определенной высоте мы колено выше поднимаем вот и он вот он думает что как бы уже пора идти идти вниз потому что расстояние от колена начинает наоборот от локатора колена начинает оба наоборот увеличиваться поэтому здесь нужно подобрать высоту вот вот уже на что-то похоже сейчас подправим давайте поставим в ноль и зайдем зайдем сюда зайдем в графа дитор это пока скроем значит первое я планирую убрать линейная интерполяцию чтобы сразу резко начинала стартовать хотя на самом деле линейная интерполяция может дождавать пока оставим и мы видим что она стартует не сразу то есть вот какое-то какое-то время нужно на то что начать стартовать ну нам просто нужно сейчас будет настроить эти расстояния и здесь вот в данный момент у нас 91 у нас почему-то здесь заканчивается на 75 не знаю может я кликнул так ну давайте до 90 продлим вот то есть вот значение 90 ну и теперь конечно же она будет чуть побыстрее работать и видите она начале вот мы здесь как бы синусоида ну вернее как бы здесь и есть синусоида вот она полупериод то есть мы в начале когда поднимаем юбка не двигается плавно да а потом начинает плавно плавно и потом да вообще обгоняет вот а потом приостанавливается но можем принципе пока так оставить для наглядности пусть пока будет так вот дальше то же самое нам нужно сделать с этим джойтом тоже здесь ось z тоже открываем драйвинки управлял ка у нас будет только уже вот этот вот дименшин тоже так закроем тоже здесь будет надо здесь выбрать select этой ноды он потому что у нее две ноды трансформного да это все лишь трансформ ну и сама надо дименшин и теперь уже добавим сюда вот этот джойнт у нас будет тоже z rotate z нажмем сразу ставим key теперь теперь давайте поднимем лапу ну до какой-то максимальной такой листы плюс минус вот я думаю да такое как здесь юбка работает и уже с помощью пол вектора повернем ее в бок но лучше на самом деле здесь по-нормальному это сделать то есть прям прям чтобы она хорошо было сюда повернуто прям вот так может слишком высоко чуть-чуть упустим так все равно юбка наверное здесь исказиться вот и теперь у нас получается расстояние минимальное до вот этого локатора ну и поворачиваем юбку вот как-то так нажимаем key все теперь что-то уже будет происходить вот уже как-то даже что-то что-то начинает двигаться то есть он меряет расстояние если он понимает что здесь расстояние уменьшается он поднимает эту кость здесь расстояние увеличится он опускает эту кость вот ну давайте разнообразим это дело так надо вернуть наш пол вектор плюс минус куда он был ну так на глаз а здесь у нас все это точно так нужно было конечно вот эти локаторы тоже пообновлять ну так пусть будет не знаю возможно да вот возможно так как раз все хорошо 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 теперь давайте поработаем с игреками ну и мы что как и z добавили давайте с игреками поработаем то есть вот такие перемещения для красоты и здесь у нас здесь у нас все загружено выделим только distance у нас на игрек будет как бы противоположный работать то есть здесь мы использовали вот к этому джонту вот этот distance а здесь вот это теперь наоборот у крест-накрест будет соответственно давайте distance tool поменяем на другой ну забыл светлый select еще раз вот ну и конечно же начинаем с нулевого ключа и поставили нулевой ключ теперь когда мы лапку поднимаем вверх так вот плюс минус до максимального значения то вот эта штука у нас будет все лишь на 50 процентов двигаться например вот так к примеру ставим ключ все теперь когда будет это дело работать сейчас еще настроим ткань будет двигаться тоже давайте немножко здесь ослабим то наверное 50 процентов слишком много и сколько там вот так то что ткань же должна растягиваться но нельзя тоже сильно ослаблять иначе потом дальше там будут тоже искажения вот все с этой костью пока так работает и давайте дальше сделаем то же самое вот с этим джон там где то что у нас есть ритм и y добавим ее сюда но только возьмем мы же тул уже конечно же противоположный так нажал нажал все ставим ключ нулевой ну и опять конечно же здесь нужно проделать вот это то же самое с оттопыриванием ноги туда вот повыше где-то так ну и скажем что при таком раскладе как то вот примерно так будет ткань поворачиваться включу смотрим что происходит на таких награничащих как бы режимах конечно сейчас будет все искажаться сейчас будем дорабатывать давайте пока в объем здесь ноль так сколько у нас здесь 58 сюда тоже поставим 58 для красоты и это дело в объем в ноль и посмотрим сейчас заново поднимем посмотрим как она работает значит не обращайте внимание сзади я здесь ничего не скинул пока только на две вот этих кости смотрим так ну что то тут уже происходит правда пролазит все тут конечно не хватает еще одного джонта посредине сейчас попробуем поработать с этим значит можно что сделать там когда за границу конечно дальше туда нога выкручивается там все происходит еще хуже но туда нога не может повернуться вот ну вот у нас вот в таком положении не очень все хорошо можно вот эту кривую немножко немножко разнообразить посмотрим что будет если я здесь назначу так нет ничего значит сейчас нужно понять что при значении у нас 53 и 70 но выглядит не очень хорошо то есть хотелось бы как минимум по игреку вот сюда сместить то есть давайте попробуем наверное с игреком поработать посмотрим назначение 53 это где-то вот здесь добавим сюда ключ ну вот 58 правда ну и какая разница в принципе и попробуем немножко вот сюда понимаете если я буду сильно с этим перебарщивать здесь сейчас пойдут искажения поэтому нас будем смотреть как оно так здесь пол вектора то есть по сути мы синусоид управим очень классная штука это дровинки так вот когда я вперед увожу вот теперь тут появляется проблема y очень сильно срабатывает это у нас при значении 58 при расставе 58 но это вот из-за этого потому что мы там добавили нужно конечно сразу опускать попробуем это сделать так ну то здесь сейчас я наверное удалю еще раз посмотрю что может я просто не там где-то добавил так еще раз значит значит опять здесь значение а при значении 76 скорее всего должна была быть работа а не 53 давайте пробуем на 76 добавить 75 вот где-то здесь так вот ну появилась чуть такая работа правда более ступенчатая но ее можно от нее избавиться здесь такие сглаживания добавим уберем вот это вот синусоиду такую вот ну и конечно же можно за этом тоже поработать например вот здесь здесь у нас при значении 67 это где-то вот здесь оголяется нога можно да можно здесь интерполяцию сделать тоже жесткую это на самом деле можно и здесь тоже сделать жесткую интерполяцию да так когда жесткая она более видите она хоть как-то ногу слушается лучше вот что вообще нам дает такой способ классную тем вот кто когда-то пытался ригать юбку ткань ну если вы это не делаете например стандартами fk контролами когда нужно там каждый каждый контрол вручную анимировать то понятное дело вот когда вы пытаетесь сделать какую-то автоматику и там или просто к ноге прискинуть юбку проблема юбку прискинуть проблема в том что юбка всегда жестко приклеена к ноге ну а ткань она же как бы должна двигаться по поверхности да вот поэтому мы здесь и пытаемся добиться такого результата вот например может немножко стоит ослабить чтобы игрек не так сильно двигался за колено и например наоборот z в таком случае z наоборот чуть-чуть ну вот здесь да вот здесь он был еще как бы выше то есть такими телодвижениями легенькими можно это дело потихонечку все настроить вот давайте еще раз покажу в чем плюс то есть как бы вы вот не двигали ногу куда бы вы ее не двигали ну понятно что вот так вы будете всегда получать правильное перемещение ткани то есть юбки вот насколько это можно видеть ну и если например сделать таких больше джоинтов вы добьетесь результата когда будет как бы ткань она будет как бы скользить по ноге то есть она ну можно даже сейчас плюс минус этого добиться ну то есть ткань будет не копировать движение ноги а скользить по ней то есть даже вот можно посмотреть по линии то есть вот например джоинт и когда я двигаю колено джоинт остается а колено уходит в бок то есть этого дела можно легко добиться кстати у меня здесь возможно ограничение на лимитах стоит по вращению отсюда все посмотрим нет никаких лимитов ну значит это она так работает нет но он он н он Продолжение следует...